Несколько раз в неделю Андрей делает обход района. Фотографирует налить на крышах и образовавшиеся сосульки. Проверяет уборку от снега дворов и прилегающей территории. Он не активист, а помощник прокурора Октябрьского района. О проблемных домах знает заранее. К ним проявляет особое внимание. Налить преимущественно образовывается на тех домах, которые имеют скатное покрытие, то есть крыша домиком. С такими домами управляющим организациям приходится особенно сложно, так как в период оттепеля налить образуется почти мгновенно за несколько часов. Марина Кузнецова признается, что такой зимы за 20 лет работы не видела ни разу. Холода и потепление сменяют друг друга. На объекты приходится выезжать каждую неделю. Действует целая бригада. Вот сейчас работает альпинист на крыше. Так у нас на мягкую кровлю и на автовышке работает плотник. И люди в отцеплении, чтобы защища предостерегали жильцов из подъездов, не давали выйти оттуда. В первую очередь внимание управляющие компании уделяют участкам крыши, под которыми проложены пешеходные дорожки. Это места над подъездами, зоны, которые выходят к проезжей части. Их стараются очищать максимально оперативно. При паркованном автомобиле очень проблемно. Где-то помогают старшие по домам. Где-то уже знаем, где какие машины. Но здесь сегодня было проблемно. Машину убрали, проводим работы. Если в ходе рейда сотрудники прокуратуры видят нерасчищенные участки, то управляющей компанией выносится представление. По закону на устранение недочетов у них есть много времени. Целый месяц. Однако Андрей признается, что действовать все стараются быстро. За недлежащее исполнение ими своих функций лицо ответственность за уборку наледи и снега может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ за причину смерти вследствие недлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По остаточному принципу сосульки сбивают там, где дом огорожен полисадником или не подразумевается проход граждан. Здесь наледь может вырастать до внушительных размеров. Однако санкции за это не применяются. А налить на балконах прокуратура советует сбивать самостоятельно. Это позволит избежать порчи имущества.